Бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский подал жалобу на имя генерального прокурора на существование секретного списка так называемых врагов судебной реформы, подлежащих увольнению, информация о котором стала достоянием общественности накануне. Павловский заявил, что если его запрос останется без ответа, он обратится в международные структуры. Сегодня, 16 июня 2023 года, я подал жалобу в генеральную прокуратуру в связи с появившейся вчера в публичном пространстве информацией о существовании списка, подлежащих ликвидации юристов, в число которых вхожу и я. Посмотрим, какое решение примет генеральная прокуратура. Это, если хотите, тест для всей политической и судебной системы Молдовы, потому что я точно знаю, что в отношении меня было три так называемых оперативных дела, которые находились в подвешенном состоянии. Я не исключаю, что сейчас они могут быть вновь возобновлены. Станислав Павловский, с которым мы связались по телефону, сказал нам, что те, кто размещают подобную информацию, хотят помешать ему выполнять свои обязанности правозащитника. Я лично в своей жизни не совершил абсолютно никакого преступления. Я предполагаю, что они хотят запугать меня или хотят создать какие-то препятствия, которые затруднили бы мне выполнение моих правозащитных функций. Я подожду месяц, а затем обращусь в Европейский суд, если они не дадут ответа, но это будет от меня. Это ясно, что я описал, это явное нарушение статьи 8, право на неприкосновенность частной жизни. Затем статьи 10, право на свободу выражения мнения и нарушение статьи 18. Это очень суровая статья, которая предусматривает запрет на использование ограничений в целях, не предусмотренных законом. Эксперт в области конституционного права Тео Кырнац также обратился в прокуратуру по поводу обнародованного списка, в котором он идет под первым номером. Но до сих пор, по его словам, он не получил никакого ответа. Я ожидал, что они свяжутся со мной сегодня, но ничего нет. Вчера Тео Кырнац комментарий для нашего телеканала заявил, что в интересах НЦБК и прокуратуры по борьбе с коррупцией выступить с реакцией на информацию о списке врагов судебной реформы как можно скорее. Первый в этом списке я, из чего я делаю вывод, что мне угрожают, запугивают и преследуют. Исходя из содержания этого поста, я считаю, что в нем замешаны сотрудники НЦБК и прокуратуры по борьбе с коррупцией. И чтобы исключить любые подозрения в интересах возглавляемого вами учреждения, прийти с реакцией и рассмотреть эту жалобу в самые сжатые сроки. Напомним, список из 29 человек, обозначенных как враги прокуратуры по борьбе с коррупцией, появился 14 июня вечером в телеграм-аккаунте Чиня Ани Каптурат. Прокуратура пока никак не прокомментировала данную информацию.